Теперь у нас еще один интернет-магазин в Узбекистане. Как будто я приехал на юга российский. Слава богу, что мой заказ не один вот из этих. Ребята, хорошие новости! В Ташкенте появился озон. Смотрите, делают ремонт новый в русской школе. Ворот открыт, посмотреть можно. Вот, курпача для отдыха у рабочих. Вот, облагораживают все. И стадион новый роют. Горы, пост, песка, дюны. Короче говоря, в чем соль? Озон российский появился. Я сейчас вот тороплюсь на пункт выдачи. Всего на Ташкент сейчас я нашел только один пункт выдачи. фирменный Озон. Туда привозят все самое крупногабаритное, дорогое, по-моему. А пункты выдачи типа BTS или EMU также используются для выдачи озоновских заказов. И они выдают только... Ну, какую-то мелочь, как я понял. Сейчас я иду за колонками для компьютера, такими небольшими. Я вам их покажу. График работы, точек Озоновских фирменов, конечно, длиннее. Они работают, по-моему, до 9 вечера. А вот BTS или EMU, EMU, в который я иду, сейчас работают только до 6. Поэтому я так тороплюсь, чтобы успеть. Я между молотом и наковальней, между дневной жарой чили и окончанием рабочей смены в EMU. Чем круто за Сазон заказывать? Это крупнейший, вообще, российский интернет-магазин. Я им пользовался не так часто, конечно, как пользовался Valberis. Но из-за того, что Valberis в прошлом году сильно поднял цены на доставку, пересылку, плюс постоянные проблемы с пересылкой у них были. Короче, намучился я с ними. А Озон предлагает вполне комфортные условия для доставки. Доставка бесплатная, ассортимент широчайший. И, грубо говоря, все, что вы можете купить на Алиэкспресс, можно также заказать с Озон. Но на Озоне есть вещи, которые ты не сможешь заказать бесплатно с Алиэкспресс, например. Потому что с Алиэкспресс придется платить доставку. Например, цифровое пианино можно заказать с Азон. И они тебе бесплатно доставят. Фирменный пункт выдачи в Ташкенте. Но доставят бесплатно. Там огромный ассортимент, очень много магазинов. Они не между собой конкурируют. Цены демпингуют. Поэтому можно по хорошей скидке найти товары. Поэтому я вам советую при выборе, что купить через интернет-магазин. Вы ищите какой-то товар, например, где подешевле. Смотрите, обязательно сразу цены сравнивайте. Там Узум. Сравнивайте Валверис. Сравнивайте теперь еще и Озон. Вот. Есть еще Олча. Я через нее тоже покупал. Мне тоже бесплатно доставляли. Так что не забывайте. Теперь у нас еще один интернет-магазин в Узбекистане. И, честно говоря, сервисы настолько здесь развиты и продолжают развиваться, что я ощущаю себя, ну, вот как будто я приехал на юга российский. И, знаете, то есть погода отличная, тепло, плюс люди вежливые, добрые. Кухня великолепная. Можно говорить по-русски. И тебя зачастую поймут. И, помимо этого, теперь еще все те сервисы, к которым мы привыкли в России, они здесь появляются. Дружба Евразии. Супер. Одна большая, единая, дружная семья Евразия. Как в Советском Союзе. Ездишь вроде бы между странами, а на самом деле внутри какой-то общей культуры. Совсем забыл очевидный бонус. Для тех, кто в Узбекистан приехал с России, платить удобно на этих площадках, типа Валберес или Озон теперь еще. Потому что можно же оплачивать российскими картами. Рублями оплачивать своих прям счетов российских. То есть, грубо говоря, вы экономите на переводах, на конверсии валют. К тому же для переводов есть лимиты, месячные, годовые, дневные. А тут вы прямо с карт своей платите, там, с Озона заказываете. Я заказал прям на Озон с российской карты. У меня списали. Причем без комиссии. Я так и не понял. Там вроде участвует сервис быстрых платежей. Но на моей карте есть лимит месячный там. Небольшой. По переводам. Через этот сервис быстрых платежей. Но при покупке с Озона он как-то деньги подтягивает с моей карты и через этот сервис. Но комиссию никакой не списывает. Но он и не объявляет, что должен списать комиссию. Просто я как-то привык, что есть лимиты. Да не, не примерно. Круто. Пользуйтесь. Сейчас я вам покажу колонки. Блин, ребят, я распереживался. У меня осталось буквально 20 минут до закрытия торговой точки. Точки выдачи заказа. Я ее ищу-ищу глазами здесь. Ничего не вижу. Не нахожу. А по карте смотрю, думаю, ну все, блин, опоздал, короче. А сегодня путний день. Где же она? Где же она? Как же она выглядит? Я ни разу в ней не был. Потом смотрю, такой. Под деревьями уже лазил. Видите, тут джунгли начинаются. Вот. И вот она там вот за деревом. Такая невзначай как бы, а такая небольшая. Ну вот нам парень показывает, куда нам надо, да? Вот название, если что. Они сотрудничают с ОЗОН для выдачи. Пойдемте зайдем. Слава богу, что мой заказ не один вот из этих. Вот, ребят, фирменные упаковочки ОЗОН. Главный нюанс, что возврату не подлежит. Мне сказал сотрудник этого пункта выдачи. СОЗОН и доставки ВОЗВРАТУ не подлежат. Ну, я читал, на самом деле, условия. Там написано так, что их, конечно, нельзя вернуть, как на Валдберс. Знаете, вам привезли, вы такие поглядели, может быть, не нравился и отправили. Нет, такого не получится. Поэтому и доставка-то бесплатная. А вот на Валдберс, если вы захотите просто так вернуть то, что заказали из России, вам придется заплатить денежки. Вот за вас пишут за это. А можно каким образом? Вы, допустим, если это брак, вы дом проверили, то вы приносите в какой-то пункт. Там, скорее всего, будет подсказка, куда это можно отнести. По-моему, даже в этот же ЭМУ и можно отнести. Но лучше, конечно, на фирменные точки ОЗОНа идти. И там уже вы заполняете там бланк, они все это отправляют, а потом идет тип расследования. И если брак действительно выявлен, он действительно есть, там как-то это зафиксировано, то вам вернут деньги. Вот таким образом. Поэтому будем надеяться, что колоночки в порядке. Ну, я чувствую, что там внутри упаковка такая, знаете, прям с ручкой. Откроем, посмотрим. Ребят, я помню, что вы просили меня снять базар Катышева для вас. Вот приехала экшн-камера. Я вроде с ней подразобрался. Попробую. Попробую в следующий раз пройтись по базару. И снять для вас его. Я все помню. Не переживайте. Ну, давайте посмотрим, что там в коробке ОЗОНовской. Запаковано, как обычно. О-о-о-о, ребята. Коробка-то сильно помятая, вон, побитая. Да, видимо, ее хорошенько побросали. Ну, проверю дома, надеюсь, что они будут работать. Внутри вроде бы упаковка должна быть. Ха, внутри нету упаковки никакой крепкой. То есть, по сути, колоночки бились сами об себя. Ребят, обновление информации. Я взял на ОЗОНе себе микрофон. Может быть, запишу для вас обзор для этого микрофона и распаковку. Вот Defender. Такая альтернатива FIFIN. Раз в три дешевле. И насчет получения на точке выдачи ОЗОН. Здесь можно, как на Валберес, возвращать при получении без каких-либо санкций. То есть, с вас не снимут за это деньги. Не будет никаких дополнительных проверок. Так что, пользуйтесь сейчас, как оказалось, в Ташкенте две точки. Одна на Лабзак, другая в Алмазарском районе. Две фирменные точки ОЗОН. Там можете получать и можете сразу при получении проверить или отказаться от получения. Шашлычный туман.